Уважаемые студенты, у нас сегодня четвертая тема, называется она «Духовная культура казахского народа». И мы рассмотрим следующие вопросы. Понятие духовной культуры, традиции и обычаи казахского народа. Третий вопрос – верование и суеверие. Четвертый вопрос – необходимость духовного обновления общества. Нажмите на паузу, перепишите тему и основные вопросы сегодняшней лекции. Спасибо за внимание. Если мы говорим о духовной культуре и о понятии духовной культуры, следующая лекция у нас будет о материальной культуре, то нужно, конечно же, начать с вопроса о том, что такое культура. А это самый сложный вопрос, который сейчас есть на данный момент, потому что культура имеет около 70 определений, что это такое. Но мы, историки, пользуемся двумя категориями этой культуры – духовная культура и материальная культура. Каждый из них включает огромное количество разных понятий. Ну, с чего мы начнем? Когда мы говорим о культуре, то это, прежде всего, когда мы говорим о духовной культуре и материальной культуре, то это способ адаптации человека к окружающей среде, к бытие тому, что представляет собой его жизнь. И этих способов два. Первый способ – это материальное, конечно. То, что он создает руками для того, чтобы выжить в этом мире, создать себе пищу, одежду, все, что необходимо для того, чтобы достойно жить. И второе – это духовная культура. Обязательно на базе того, что создал лучший человек, возникает определенное осмысление всех вот этих инструментов, всего того, что окружает. Человеку для того, чтобы жить, нужно объяснить самому себе, в каком мире он живет, что представляет собой окружающая среда, что представляет собой общество вне того мира, в котором человек живет. И этот мир изменялся, этот мир имел определенные периоды, когда все это происходило, все это изменялось и, конечно, само по себе духовность тоже изменялась. Что касается вопросов того, что представляет собой духовную культуру. Их много. Ну, прежде всего, конечно же, мы должны обратить внимание на такую вещь, если мы говорим о нашей духовности, как письменность. Письменность, она как бы соединяет материальную культуру с духовной культурой. И одним из самых старых письменностей в мире является тюркская письменность, архоно-енесейская. Архоно-енесейская письменность, которая возникла еще в пятом веке нашей эры. Конечно же, она использовала савдийское письмо, но добавила очень много новых знаков и новых фонемов, с помощью которых она зазвучала на тюркской языке. И донесла до нас ту речь, на которой разговаривали тюрки. Того периода, пятых, шестых, седьмых, восьмых веков. Периода Тюркской империи. Она создала такие политические традиции, которые стали основой для политических традиций других государств, при возникновении других государств. Например, Волгария или Хазари. Или, например, то же самое Киевская Руси. Там тоже они основывались именно на политических традициях. Но все это доносилось с помощью письменности. Вот этот момент. Еще на следующий момент, который я хотел бы обратить ваше внимание, это традиции и обычаи. В данном случае, конечно же, казахского народа. Все эти традиции и обычаи возникли очень давно. Еще до возникновения нашего этнического объединения в 15-16 веках. Многие из них, конечно же, консолидировались уже и в казахское время. Традиции и обычаи возникают и сейчас, и в данный момент, и в данное время. Или трансформируются наши традиции и обычаи в данный момент во что-то другое, во что-то новое. На что я хотел бы обратить ваше внимание, когда говорим о традициях и обычаях казахского народа. Они отражают все стороны жизни человека и семьи, а также общества. Это обычаи, связанные с браком и семьей. Формирование семьи через брак – это огромное количество различных обычаев, которые сопровождаются еще разного рода суевериями. Эти суеверия рождают снова обычаи. И все это приводит к тому, что у народа появляется какая-то своя идентичность, непохожесть на другие народы. Вот это очень важно. Например, вот обряд беташав. У казахов она, наверное, у многих народов она есть, но у казахов она своя, своеобразная. Это казату, жриттым тхоя. Это обряд братания между сватами, между кудалах. И, конечно же, огромный такой момент – это огромное количество обычаев, связанных с появлением каких-то новых родственных связей. Для казахов было важно иметь какие-то новые родственные связывающие нити. «Ты мне тума, потому что ты мой сосед, с которым мы жили очень много лет по соседству. Ты мне тума, потому что мы связаны с тобой родом. И даже связан ты человек, который из другого рода, но этот род дружественный с твоим родом. И ты уже тума по этому поводу». То есть все эти обычаи и традиции сделаны для того, чтобы можно было соединить их воедино. Народ соединить воедино. Сделать его сплоченным. Сделать его таким образом, чтобы народ мог чувствовать себя единым, таким огромным, но единым коллективом. И где бы человек ни оказывался в последующее время, то он, например, если находился за границей, увидев человека за много тысяч километров от своей родины, всегда радуется. Казах увидев казахов, всегда радуется. Ты откуда? С какого города? С какого рода? Вот эти моменты являются то, что является связывающим. И духовная культура, она связывает этнос в единую такую целостность. То, что называется народом, нацией, этносом. Что касается верования и суеверий, то мы, конечно же, относимся к исламской культуре. И если говорить об исламе, то мы относимся к самому либеральному течению ислама. Наш народ проповедует именно ханифитское направление или ханифитскую школу, как принято это называть. И вот, несмотря на то, что мы ханифиты, помимо этого, у нас сохранилось огромное количество того культурного наследия, которое было в доисламский период. И надо сказать, что в момент формирования казахского этноса, все те рода, большинство тех родов, которые формировали его, уже были мусульманами. Но, несмотря на это, хазахский народ затащил с собой в культуру вот это новое, все то, что представляло собой, все то доисламское, которое сопровождало народ и с очень далеких времен. Еще до 7, до 8, до 10 веков, когда происходил массовый переход тюрков в лоно ислама. И, конечно же, одним из самых таких могущественных культов, который так и не смог победить ислам, это культ арлахов, культ предков. Многие из наших бабушек и дедушек наивно считают, что это и есть часть ислама. На самом деле, ислам считает, что нужно поклоняться только Аллаху и уважать его пророка Мухаммеда больше никого. Поэтому наши предки, наши арлахи, они являются, как бы вот в данном случае, не совсем являются частью этого ислама. Но, несмотря на это, арлахи, это когда-то, если говорить об арлахах наших предках, то это в том числе и ишаны бывшие, и имамы бывшие. Их народ почитает, верит в их силу, верит в то, что они могут из другого мира, в который они ушли, прийти и помочь им в повседневной жизни. И этот культ арлахов, он очень мощный. Каждую пятницу во всех мечетях говорят, не поклоняйтесь арлахам. Муллы, имамы, они все время говорят, не поклоняйтесь арлахам, никого нет, кроме Аллаха. Но все равно, помимо этого, народ продолжает верить в своих арлахах. И, конечно же, огромное количество разного рода суеверий сохранил казахский народ в своей духовной культуре. И эти суеверия, они, как бы, являются частью этой культуры. Может быть, они, может, некоторые из них вредны, может быть, некоторые из них полезны. Но мы воспринимаем их как целостность, верование, суеверие. Среди них это, конечно же, такой момент, который сохранился у нас в XVI веке. И до сих пор очень многие наши бабушки и дедушки, взяв молоко, выливают его на солнце, в сторону солнца. Это вера в то, что нельзя в сторону хором, то есть в сторону кладбища показывать пальцем. Это может быть очень плохо. И вот эти моменты, они являются, ну, скажем так, вот эти суеверия, они, как бы, являются частью душой общества. Душой человека, душой семьи. И вот этот момент очень и очень важен для того, чтобы мы могли осознать, что такое духовная культура. И самое главное, конечно же, то, что вот эта традиционная духовная культура, она переживает определенный кризис. Очень сильный кризис за последние годы. И носители той духовной культуры, например, Мунки Ви, да, которую мы хорошо знаем. Или Коркак Атаа, который к нам пришел из древности. Это, конечно же, огромное количество того, что представляют собой наши исламские артефакты. Узнали, наверное, Аббат Байтак. Это варианты шатровых мечетей. Это самые старые мечети, не кумбезные, а шатровые. Они 14-15 веков. И такие шатровые мазары встречаются у нас в нашей степи. Именно шатрового стиля. Вспомните мавзолей Джучи, вспомните наш Аббат Байтак. И они в нашем регионе, их много. Вопрос не в том, что эти мазары и мечети сохранились в таком виде. Вопрос в том, что эти мазары и мечети доносят, является связующим звеном между старыми поколениями, теми, которые ушли и нами, новым народом, тем, который вырос в 20-21 веках. И вот здесь очень важно, что мы, к сожалению, в последние 20-30 лет потеряли связующую нить между поколениями. Мы потеряли его, потому что произошло очень много разных изменений. И мы сейчас перестаем, у нас возникло такое разделение. И, к сожалению, многие духовные ценности мы не только утеряли, но и настолько видоизменили, что они перестали быть духовными ценностями. И для нас важно, чтобы мы вот в этих духовных ценностях, эти духовные ценности заново обрели. Нашли свои сакральные места. Нашли своих предков, которые сделали огромный вклад в духовную жизнь народа. Сделали так, чтобы мы могли вернуть то, что представляет нас как целостность, как народ. Это очень и очень важно. На эти моменты я хотел бы обратить ваше внимание при подготовке на семинарских, на СРС, на СРСП, вот тех вопросов, которые связаны с этой четвертой темой о духовной культуре казахского народа. А здесь вопросы для закрепления. Вот посмотрите сюда, запишите, нажмите на паузу и аккуратно перепишите эти вопросы. Вы можете на эти вопросы ответить, прежде всего, сами, сами для себя, а и краткие ответы можете выслать мне на электронную почту. Электронная почта есть в силлабусах. Спасибо за внимание.